Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем изучать общую биологию в рамках 9 класса. И тема сегодняшнего урока – биотические взаимоотношения организмов в биоцинозе. Начнем мы с вами с небольшого повторения. Экология – это наука, изучающая взаимоотношения организмов со средой обитания. Термин «экология» был введен в науку в 1866 году Геккелем. Экология изучает не только живые организмы, но и среду обитания. Среда обитания – это часть природы, окружающая живой организм и оказывающая на него прямое или же косвенное влияние. Среда обитания состоит из отдельных элементов. Эти элементы называются экологические факторы. Экологический фактор – это среда обитания, которая способна оказывать влияние на живой организм. Экологические факторы делят на три большие группы – абиотические факторы, антропогенные факторы и биотические факторы. Абиотические факторы – это свет, температура, рельеф, влажность и ветер. Антропогенный фактор – это влияние человека на окружающую среду. Как известно, влияние человека может быть как положительным на окружающую среду, так и отрицательным. И третий фактор – это биотический фактор. Биотические взаимоотношения в биоцинозе. Мы начнем с вами с того, что узнаем, что же такое биоциноз. Термин биоциноз вам необходимо будет записать в рабочую тетрадь. Биоциноз – это исторически сложившаяся совокупность взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих экологически однородную среду обитания. Термин биоциноз был введен в науку немецким гидробиологом Мёбиусом в 1877 году. Мёбиус изучал среду обитания устриц в прибрежных водах Германии с целью разведения их. Но изучив среду обитания и особенности жизнедеятельности устриц, Мёбиус пришел к выводу, что в прибрежных водах Германии невозможно разводить устриц. Но при этом Мёбиус изучил влияние устриц на живые организмы и влияние других живых организмов на жизнедеятельность устриц. И, основываясь на своих исследованиях, он ввел понятие биоциноз. Пожалуйста, понятие биоциноз перенесите в свою тетрадь. Основные типы биотических взаимоотношений делятся на три большие группы. Позитивные, негативные и нейтральные. Теперь мы с вами разберем все эти типы взаимоотношений. Первый тип взаимоотношений – позитивные взаимоотношения. Позитивные взаимоотношения – это форма взаимоотношений, при которых оба партнера или один из них извлекает пользу для другого. Позитивные взаимоотношения обозначаются как плюс-плюс или же плюс-ноль. Пожалуйста, определение позитивных отношений запишите в свою тетрадь. Виды позитивных взаимоотношений. Мутуализм, симбиоз, протокооперация и комменциализм. Разберем все виды позитивных взаимоотношений. Первое – симбиоз. Обозначается как плюс-плюс. Это неразделимые взаимнополезные связи двух видов, предполагающие обязательное тесное сожительство двух организмов. Примерами симбиоза является лишайник. Лишайник – это симбиоз гриба и водоросли. Примером симбиоза может быть микориза – это симбиоз грибницы гриба и корней высших растений. Примерами симбиоза могут быть клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений. Все эти виды симбиозов вы изучали в шестом классе. Запишите, пожалуйста, в свою тетрадь. Следующий вид позитивных взаимоотношений – мутуализм. Обозначается как плюс-плюс. Это взаимовыгодное отношение двух организмов. Ярким примером мутуализма является взаимоотношение рака-отшельника и актинии. Протокооперация. Плюс-плюс. Совместное существование, выгодное для обоих, но необязательное для них. Примером протокооперации может быть опыление пчелами разных луговых растений. Или рыбочильщики освобождают крупных рыб от различных наружных паразитов. Запишите, пожалуйста, в свою тетрадь понятие. Комменсализм обозначается как плюс-ноль. Один организм извлекает из взаимоотношений пользу, а для другого организма данные взаимоотношения будут нейтральны. Комменсализм может быть как нахлебничество, когда более мелкие хищники или животные падальщики питаются остатками пищи крупных животных. И квартиранство – использование одними видами других в качестве убежища или же жилища. Запишите в тетрадку понятие. Негативные взаимоотношения. Виды негативных взаимоотношений – это хищничество, конкуренция, паразитизм и амменсализм. Хищничество плюс-минус. Взаимоотношения, при которых представители одного вида поедают представители другого. В хищнических взаимоотношениях обязательно наличие хищника и наличие жертвы. Примеры таких взаимоотношений, если мы возьмем беспозвоночных животных, то это стрекозы и пауки, поедающие мух, бабочек и комаров. А если взять позвоночных животных, то здесь волки и лисы, поедающие зайцев и других мышевидных грызунов. Хищничество характерно и для растительного мира. Существуют растения, по способу питания, являющиеся миксотрофами. Это насекомоядные растения – россянка и венерина мухоловка. В этих растениях протекает процесс фотосинтеза. Но данные растения обитают в почвах очень бедных азотом. И для восполнения азота растения питаются готовыми органическими веществами, то есть становятся хищниками. Растений-хищников на планете Земля не так уж много. Это россянка, венерина мухоловка и рафлезия арнольди. У данных растений есть различные приспособления для ловли насекомых. Следующий вид взаимоотношений – паразитизм. Плюс-минус. Когда один организм, являющийся паразитом, использует другой организм, являющийся хозяином, в качестве источника питания и среды обитания. При паразитических взаимоотношениях обязательно наличие хозяина и наличие паразита. Виды паразитов. Паразиты бывают наружные и внутренние. К внутренним паразитам относятся различные паразитические черви человека, животных или растений. К внутренним паразитам относятся некоторые виды простейших. Например, трепаносома в крови человека вызывает сонную болезнь и малярийный плазмодий, попав в организм человека вызывает заболевание малярией. И наружные паразиты. Наружные паразиты – это паразиты, обитающие на поверхности тела хозяина. К наружным паразитам относятся различные виды – клещей, клопов, вшей. В растительном мире наружным паразитом является повелика и заразиха. Это два растения – паразит. И повелика и заразиха широко распространены на территории Кыргызстана. Существует еще один вид паразитических взаимоотношений – это гнездовой паразитизм. Гнездовой паразитизм характерен только для кукушек и для некоторых видов уток. Это специфический способ заботы о потомстве, при котором самка подкладывает свои яйца в чужие гнезда, не насиживает кладку и не кормит птенцов. Этим занимается птица, в которую были подложены яйца. Следующий вид взаимоотношений – конкуренция. Минус-минус. Борьба за одни и те же условия окружающей среды между представителями разных видов или же внутри одного вида. Примерами конкурентных взаимоотношений – это может быть конкуренция растений за свет и за влагу. А если в растительном мире, то хищные птицы и хищные звери конкурируют за пищевой ресурс. Организмы-конкуренты приносят друг другу вред. Следующий вид взаимоотношений аминсализм – минус 0. Для одного из совместно обитающих влияние другого отрицательно, а угнетающий при этом не получает ни вреда, ни пользы. Следующий вид взаимоотношений нейтрализм обозначается как 0-0. Совместно обитающие на одной территории организмы абсолютно никак не влияют друг на друга. Примером нейтральных отношений могут служить взаимоотношения белки и лося в лесу, которые никак не контактируют друг с другом. Это пример межвидовых нейтральных взаимоотношений. Если мы возьмем внутривидовые нейтральные взаимоотношения, то в качестве примера можно привести различные виды антилоп в саваннах Африки. Они поедают растения разных ярусов. Жирафовая антилопа питается листьями деревьев, антилопа гну питается листьями кустарников, а антилопа куду низкими травами. Таким образом видно, что животные, относящиеся к одному виду и обитающие на одной территории, абсолютно нейтральны друг другу в качестве пищевых ресурсов. Истинный нейтрализм крайне редко встречается в природе, потому что как бы там ни было, все живые организмы прямо или косвенно связаны между собой и влияют на жизнедеятельность друг другом. Теперь мы с вами поговорим о пищевых цепях. Все живые организмы связаны между собой различными энергетическими отношениями, поскольку являются объектами питания для других организмов. Живые организмы в биоцинозе делятся на три большие категории – продуценты, консументы и редуценты. Продуценты – это автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя процесс фотосинтеза или же хемосинтеза. К продуцентам относятся все зеленые растения, автотрофные бактерии и хемотрофные бактерии. Консументы – это гетеротрофные организмы, потребляющие готовое органическое вещество. Консументы бывают растительноядные животные, плотоядные животные и всеядные животные. И третья категория живых организмов – это редуценты. Редуценты – это сапрофиты, питающиеся органическими остатками мертвых растений и животных. Они питаются дендритом. Дендритом могут также питаться животные дендритофаги, которые ускоряют процесс разложения. К дендритофагам относятся дождевые черви, личинки различных жуков и сами жуки, обитающие в дендрите. Внутри биоциноза органические вещества создаются автотрофными организмами – растениями. Растения поедают животные, которых в свою очередь поедают другие животные. Такая последовательность носит название «пищевая цепь» или «цепь питания». А каждое звено пищевой цепи называется трофическим уровнем. Существует два вида цепей питания. Пастбищная цепь питания или цепь выедания. И дендритная цепь питания или цепь разложения. Пастбищная цепь питания всегда начинается с живых фотосинтезирующих организмов. Дендритная цепь питания начинается с отмерших остатков растений, трупов или экскрементов других животных. Дендритная цепь начинается с дендрита. Пожалуйста, перед вами на экране две цепи питания. Пастбищная цепь или цепь выедания, начинающаяся с фотосинтезирующих живых организмов. И дендритная цепь питания, начинающаяся с дендрита. Пожалуйста, цепи питания занесите в свою тетрадь. Линейные пищевые цепи, как было показано, крайне большая редкость в природе. Как правило, пищевые цепи в экосистеме очень тесно переплетаются. Совокупность пищевых цепей в биоцинозе образует пищевую сеть. В пищевой сети консументы служат пищей, нескольким другим членам экосистемы. Пищевые цепи имеют свои особые правила. Первое правило. Солнце – источник энергии, необходимый для жизни на Земле. Второе правило. Зеленое растение способно поглощать солнечную энергию. И зеленое растение будет началом пищевой цепи. И третье правило. Разнообразие способов питания животных – это разнообразие способов получения ими пищи, как источника энергии. Теперь домашнее задание. Домашнее задание состоит из нескольких пунктов. Первое. Назовите типы биотических взаимоотношений, которые могут проявляться при взаимодействии пар организмов. Первая пара организмов – корова и человек. Вторая пара организмов – рыба прилипала и акула. Третья пара организмов – лось и белка. И четвертая пара организмов – ель и гусеница сибирского шилкопряда. Второе домашнее задание. Приведите примеры организмов, которые конкурируют за свет. И третий пункт домашнего задания. Вам нужно составить пастбищную и дендридную пищевую цепи, опираясь на предложенных животных, живые организмы. Дорогие ребята, наш урок на сегодня закончен. До скорых встреч. Увидимся на следующем уроке. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok